Несколько вещей, которые мы поддержали, которые в ближайшее время будут проведены в Верховной Раде, потому что были и приспикеры Рады, и представители комитета, но они не поддержали это. Это означает, что у нас есть голоса, в принципе, чтобы это провести. Первое – это новая модель размытения автомобилей. Сегодня огромная коррупция. Каждая машина – это взятка таможеннику и просто выбогательство денег со стороны государственного органа таможенной. Мы полностью убираем таможенника с размытения автомобилей. Поэтому в нашем законе есть формула. Мы заходим на нашем смартфоне по программе ДИА, мы вводим к параметрам машин, сама программа высчитывает точно, что значит, сколько ты должен платить, потом ты по своей карточке переводишь деньги, и ты вообще не видишь в глаза никакого таможенника. Ты идешь и забираешь себе машину. Вот это первое, что мы поддержали. Все оплаты по размытению машин просто по автоматической формуле. Мы спорили, как это должна быть формула. Это будет у досконал, не на больше парламенте. Но у нас уже есть решение, что мы скасуем систему митного размытения этих машин. Это очень важно. Можете разъяснить, пожалуйста, что до размытения? Что касается это, в частности, евроблях, и как это понимаете? По евробляхам уже существуют законы, которые сейчас есть в парламенте. Они, ну, хочу сказать, что те, кто завозит евробляхи, не совсем с этим законом согласны, но есть большая количество парламентарий, которые хотят на паке погрешения этого закону. То есть, там есть какой-то компромисс, чем занимается Александр Ковальчук. Но это одно вопрос. Это все относится 90% других автомобилей. То есть, и евробляхи, и про них мы слышим, потому что они очень активны, они там, ну, делают эти акции, и тому, и тому, и тому, и тому. Но нормальные все люди, и другие, они не могут размытиться без хабаров. И это мы все знаем. Потому что хабары платят прокера, потому что, если я не хочу там всем связывать, я не буду этого делать. Но прокер пиде, и потом он от меня берет эти деньги. Все это мы скосуем и говорим, что нет, все только по смартфону, по формуле. И вообще хабар не может. И это реально, мне кажется, что революция для каждого. И если это будет принято сейчас, я не знаю, до травня, это будет реально прорыв для каждого украинца, потому что это всех касается. В Украине сейчас 246 автомобилей на тысячу людей. В Европе, в Центральной Европе, это даже не Захидная Европа, это 500 или почти 500. То есть в Украине есть просто для увеличения количества автомобилей, но если будут нормальные размытления и нормальные цены, а не те, что мы имеем сейчас.